Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» в Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Итак, я хочу быть ближе к Богу. А как насчет вас? Не важно, как давно вы верующие. Я в этой сфере уже больше 40 лет. Это 4 десятилетия. Ух ты, как много! Это может шокировать, потому что мы не понимаем, как быстро проходит жизнь. Но я хочу быть ближе к Богу. Боже, я хочу знать Тебя больше. Если вы с Богом давно, разве вам не кажется, чем больше вы знаете, тем больше вы понимаете, что еще ничего не знаете. Это так? Поэтому я решила посмотреть на жизнь Иисуса и на то, чему Он учил нас о том, какие иметь близкие отношения с Господом. В первую очередь, Он учил нас молиться. Молитва – это сложно. Вы приходите на молитвенное собрание, а от вас ожидает, что вы будете молиться вслух. Боже, что мне сказать? А что, если я скажу что-то не так? Что-то кто-то подумал? Я не хочу молиться вслух. А что, если я скажу что-то не то? И я хочу сказать, что я тоже это проходила. Сколько раз я говорила, что-то у всех на виду. А потом спускалась со сцены и думала, о боже, что это было. Бог не сидит на небе и не отмечает так. Она это сказала, потом поблагодарила, потом попросила, молодец, хорошая молитва. Нет, Он так сильно хочет отношений с нами, что думает, только приди. Просто приди и немного поговори со мной. Я помню случай, который произошел много лет назад. Я была христианкой около двух лет, и в пятницу вечером мы ходили на молитвы. Все молились вслух, а я подумала, Бог, я знаю, что Ты призвал меня быть лидером, и я должна молиться вслух. Каждую неделю я выходила из молитвенной комнаты, все вокруг были в приподнятом настроении, а я думала, я даже не могу молиться вслух. Какая же я неудачница, о боже. Но вы же понимаете, что это неправда. Однажды я пришла, и вдруг образовалась какая-то пауза. Я так долго репетировала этот момент, и вот я вставила одно предложение. Я сделала это. Я не знаю, о чем я молилась. Не знаю, было ли это в тему, но я это сделала от всего сердца. И после этого Бог был благ и милости ко мне, и дал мне познать себя лучше и лучше. Ученики жили с Иисусом. Это были 12 парней, которых Он сам выбрал. Они выросли в церковной среде, где большую роль играли традиции. Их молитвы были заученными наизусть. Затем они стали жить с Иисусом, и они наблюдали за Ним. В Его молитве было что-то особенное. Когда Он молился, Он будто бы соединялся с Богом. Его молитвы не были заученными. Он молился по-настоящему. И они подумали, Иисус, а можешь ли ты научить нас молиться? И вот что ответил им Иисус в Матфея 6, 9, 13. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах. Иными словами, речь о взаимоотношениях с Богом. Это не формальная молитва или заученный текст. Кто из вас когда-либо был на таких мероприятиях, где говорили «давайте», произнесел молитву «Отче наш». И вы произносили эти слова на автомате. Но на самом деле Иисус давал нам тезисы. Он не говорил, что нужно молиться этими словами. Он просто показал пример молитвы Богу. «Отче наш». Он – Бог, который хочет взаимоотношений с вами. И Он хочет, чтобы вы познали Его. Он говорит «Бог» – ваш Отец. И Он доступен вам в любой момент, в любое время. Проведение времени с вами приносит Ему радость. И это правда. Если у вас есть дети, вы знаете, что когда они становятся старше, они всегда заняты. Они могут просто забежать домой на минутку и сразу же уйти, но когда они садятся и говорят «Мама, давай поболтаем», сразу думаешь «Ого, ух ты!» И с Богом все точно так же. «Мы заняты своей жизнью». А Он хочет, чтобы мы просто сели, успокоились у Его ног и поговорили с Ним. Давай будем наслаждаться нашими отношениями. Затем Иисус говорит «Да святится имя Твое». Давайте я расскажу вам о Моем Отце. Он – Святой Бог. Он – Святой Бог. Но Он желает отношений с Богом больше, чем всего остального в мире. Когда вы плачете, Он плачет. Когда вам больно, Ему больно. Когда вы горюете, Он горюет вместе с вами. Но это Бог на небе. Ваш защитник. Он – друг, который ближе брата. Слово говорит, что Он – ваш целитель. Если вы столкнулись с заболеванием, вы можете прийти к Нему, потому что Он – ваш целитель. Он – мой обеспечитель. Все, что я имею, Твое, Господь. И я благодарю Тебя за это. Я бы хотела думать, что я такая умная и сама приобрела все это. Но это не так. Спасибо Тебе, Господь. Он – очень добрый Отец. Он – князь мира. Отец, я прихожу к Тебе, чтобы сказать Тебе, что я Тебя люблю. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Спасибо за то, что Ты – мой защитник, мой помощник. Так говорит Слово, и я почитаю Тебя, как Святого Бога, Который знает обо мне все, и при этом сильно любит меня. Затем Иисус говорит, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Как много раз я вываливала все на Бога. Бог, я верю, что Ты даешь мне это, и это, и это. Я забываю о взаимоотношениях. Многие в 21 веке думают, что Бог существует, чтобы выполнять наши просьбы. Он хочет выполнять наши просьбы, но Он хочет значительно большего. Ему нужна вся наша жизнь, наши сердца. Он хочет, чтобы мы проводили время с Ним. Он хочет, чтобы мы узнали Его. Потому что, узнав Его, мы не будем говорить только «мне», «моё», «моя». Тогда вы не будете злиться на Бога, когда проходите трудности, потому что вы будете знать, что Бог знает все, и у Него есть для вас ответы. Не знаю, сколько раз мы со Стивом молились за мою семью. 40 лет назад я бы сказала вам, они никогда не примут спасение. Они никогда не будут в церкви. Но за 4 десятилетия я увидела столько чудес в их жизни. Их сердца стали мягче по отношению к Богу. Они были обижены на церковь, обижались на многое. Наш младший сын женился 4 года назад. У его жены отец пастор, а дедушка пастор. У него была большая церковь в Юстоне. Он был влиятельным лидером церкви. И на свадьбе мне было так смешно. Когда делали рассадку гостей, мы его отца посадили рядом с дедушкой Лори. Они познакомились, подружились, приглашали его на гольф, а он спрашивал их о церкви. Моя семья живет в другом конце мира, в Австралии. Прошло 4 десятилетия с тех пор, как я молюсь о том, чтобы Бог касался их сердец. И они познали его. И мне было так смешно, когда я увидела моего отца, сидящего рядом с этим великим церковным лидером. Сама я не могла бы это подстроить. Но Бог, Ему все возможно. Если вы молитесь за кого-то и думаете, что они никогда, я вам гарантирую, что Бог еще больше, чем вы, хочет, чтобы они были спасены. Затем Иисус говорит, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Приходите к Богу не только тогда, когда вам что-то нужно. Приходите к Нему каждый день. Господь, спасибо за то, что ты уже обеспечил все, что может понадобиться мне сегодня. Когда мы со Стивом поженились, и я забеременела нашим первым ребенком, мы хотели купить дом. Наш бюджет был ограниченным. Люди говорили нам, что мы ничего не найдем. Но я была полна решимости. Когда вы человек с миссией, когда в вашем сердце есть какое-то желание, когда вы верите в Слово Божье, я знаю, что они говорят, но я верю, что ты мой обеспечитель. И ты дашь нам дом. И мы нашли дом за подходящую цену. Хорошо, что он был в хорошем состоянии, потому что люди не могли поверить, что мы нашли что-то за такие деньги. Но все было прекрасно. Когда мы пошли оформлять ипотеку, женщина в банке сказала, «Но в этом районе нет домов за такую цену». Да, но Бог, Он ваш обеспечитель. Друзья, Он ваш обеспечитель. Затем Иисус говорит, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это очень серьезный шаг в культуре, которая кричит о мести и обиде. Господи, помоги мне сохранить мое сердце от горечи, обид и непрощения. Если вы произнесете это, то я вам обещаю, что на этой неделе случится что-то, и вы захотите огорчиться, разозлиться и не прощать. Вам будет сложно. Вот почему Иисус нужен нам каждый день. «Иисус, помоги мне хранить мое сердце в чистоте». Далее сказано, «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Я знаю, что у нас с вами есть враг, который хочет уничтожить наши жизни. Поэтому каждый день мне нужно молиться. И вам тоже. Господь, помоги мне принимать правильные решения и делать правильный выбор. «Может быть, на этой неделе я буду загнана в угол, и нужно будет пойти на компромисс, чтобы выйти оттуда». А Иисус говорит, «Молитесь». Иисус говорит, «Молитесь». Господь, не дай мне сделать неправильный выбор. Дай мне смелость сказать, «Нет, я не могу пойти на это. Господь, мне нужна Твоя помощь в любой ситуации». И я вам обещаю, Он вам поможет. Наша борьба не против плоти и крови. А против сил тьмы. А еще Иисус учил нас, как быть ближе к Богу через важность общения с верующими. И это очень важно. Иисус собрал 70 учеников, поделил их на пары и отправил проповедовать Слово, чтобы они подготовили ту территорию к Его приходу. Но еще у Него было 12. А среди тех 12 у Него было трое. Вы знаете, что мы много говорим о домашних группах. Некоторые из вас думают, «Мне это не надо». Найдите для себя группу общения. Окружите себя верующими. Верующие будут молиться с вами, будут ободрять вас, будут мотивировать вас. Когда мы со Стивом только начали встречаться, моя группа постоянно спрашивала меня, «О чем ты думаешь, встречаясь с этим парнем?» Он только недавно спасся. А я говорила, «Я не знаю, о чем и думать, но я доверяю вам, вы направляете меня». И я благодарна Богу за тех людей, которыми Он окружил меня. Они мотивировали меня и заставляли задуматься о том, куда движется моя жизнь. Я очень этому рада. И я желаю того же Иван. У Иисуса было 12, а из них было трое. И иногда они сильно разочаровывали Его. Но Он видел их сердца и знал, что они сильно любят Его. У нас тоже есть друзья, которые разочаровывают нас или шокируют нас. И вы думаете, «Все, с меня хватит». Мы больше не друзья. Мы должны лучше справляться с обидами и быть посвященными тем людям, которых Бог поместил в нашу жизнь. Я знаю, что Бог поместил меня сюда. Я могу возмущаться и бороться с этим, или же я могу сказать, «Спасибо, Иисус». По-настоящему спасибо. Мы всегда ищем чего-то другого. Но Бог говорит, «Прими то, где ты находишься, и там ты увидишь чудеса». Люди, которые знают вас и идут рядом с вами, будут поддерживать вас и верить вместе с вами. Они будут давать вам мудрость и понимание, чтобы вы исполнили все, к чему призвал вас Господь. К сожалению, мы думаем, что наша судьба где-то там. Иисус ежедневно ходил с одними и теми же людьми, и вы не сможете достичь этого сами. Вы нуждаетесь в других людях. И в-третьих, Иисус учил нас тому, что люди важны. Иисус всегда находил время для людей. Если вы хотите быть ближе к Богу, то находите время для людей. Находите время для людей. Недавно мне напомнили, что у каждого человека есть своя история. Часто мы судим человека по одному разговору. Недавно мы со Стивом были на одной встрече и познакомились с женщиной, которая всю жизнь прожила одна. Ее муж умер, когда им было немного за 30, и после этого она никогда больше не выходила замуж. Сейчас ей около 70. Я спросила у нее, «У вас есть дети?» Она ответила, «Нет». Я сказала ему, «Если ты женишься на мне, у нас никогда не будет детей». Не думай, я не передумаю. Услышав это, я подумала, «Ого!» Но я пробыла в том месте на завтраке, обеде и ужине, и у меня была возможность получше узнать тех людей. Когда мы поговорили чуть дольше, я узнала, что когда она была маленькой, ее мама оставила семью, и отец остался один с шестью детьми. Она была самой старшей, и ей пришлось ставить их на ноги. А если бы я на минуту оказалась на вашем месте? Давайте забудем о нашем христианском осуждении. Вы понимаете, о чем я? Иногда мы делаем вывод, даже не узнав человека. Я уже рассказывала вам о том, что по-новому взглянула на заботу о людях, когда гуляла с внуком на коляске. На обратном пути я увидела пожилую даму, которая живет в 100 метрах от нашего дома, и остановилась, чтобы поговорить с ней. За 17 лет, которые я живу там, я говорила с ней всего один раз. Всего один раз. Я сказала ей, я так рада вас видеть. Я видела, как вы с мужем убирали листья во дворе, а она посмотрела на меня и ответила, мой муж умер 7 лет назад. Если честно, я почувствовала, будто бы меня ударили под дых. Она жила всего в 100 метрах. Я могу привести вам множество причин, почему я не знала об этом. Дом повернут в другую сторону, вокруг кусты, и так далее, и так далее. Я могу найти много отговорок, но я должна была знать это. Вот что сказано в Евангелии от Луки, 10 глава. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Мне было так стыдно. Я пришла к ней с кексами и сказала, я хотела бы извиниться за то, что была не очень хорошей соседкой. Она ответила, вы просто заняты, вы же жена проповедника, не так ли? Да, неудачница. Неудачница, неудачница. А еще у вас трое детей, правда? Да. Оказалось, она знает о моей жизни больше, чем я о ней. Я хотела извиниться перед вами. Она сказала, да, я живу одна, но я не хочу в дом престарелых. Мы со Стивеном будем поддерживать вас и проверять, как у вас дела. Я чувствовала сильное облегчение в духе. А затем мой зять Джаред и моя дочь, которые живут в еврейском квартале, это евреи, соблюдающие субботу. Джаред пытался построить отношения с некоторыми соседей. Он даже косил газон перед домом специально для того, чтобы люди начали общаться с ним, но люди просто проходили мимо. Даже если он здоровался с ними, они просто проходили мимо. Но в этом году Джаред побывал в Израиле и расспросил мессианских евреев. Это евреи, которые поверили в Иисуса. И это прекрасно. Это просто чудесно. И он спросил у них, «Скажите, как мне подружиться с моими соседями?» «Я не знаю, что мне делать?» И ему сказали, «Если вы видите их на улице в субботу, скажите «Шаббат шалом», что значит «Мир вам и шаббат». И вот Джаред вернулся домой и в субботу сказал соседу «Шаббат шалом». Он сразу же повернулся «Шаббат шалом». С ним был его внук по имени Джекс. И дети закричали «Привет, Джекс!» Они знали его имя, хотя никогда не играли вместе. После этого Джаред вошел в их мир. Вы скажете, «Но это неправильно». А Иисус сказал, «Любите меня, любите и своих ближних». Это просто, но нелегко. А на этой неделе они отмечают праздник Кущей. Вся семья выходит на улицу, строит деревянный шалаш без крыши, и там они сидят и поют песни. Алисия прислала мне видео, как они поют. Они сказали, «Приходите к нам! Приходите и посмотрите, что мы делаем!» Их стали приглашать в этот мир. Какая же это привилегия! Иисус сказал, «Любите Бога всем сердцем, всей душой и всеми силами и любите своего ближнего». Но почему-то любить ближнего нам не так-то просто. Четвертое. Чему учил нас Иисус – это уединение. Это искусство, которое потихоньку умирает в 21 веке. Но это время, которое мы уделяем для обновления нашей души. Марка 1,35. А утром, встав весьма рано, Иисус вышел и удалился в пустынное место и там молился. Он делал это часто, и причины были разными. Он делал это для подготовки, для жизни, для служения. После целого дня тяжелой работы он удалялся и уходил в уединенное место. Большие решения в уединении. Когда умер Иоанн Креститель, Иисус был в уединении. молитва имеет огромную силу. Уединение – это умирающее искусство в 21 веке. В нашей жизни так много шума и хаоса. Телевизор кричит на нас и все те приборы, которые мы все время держим в руках. Я тоже в этом виновна. Нам нужно находить время и место для обновления нашей души. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. А вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус. Описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть план и цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите, «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя». Аминь. Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас благословений вам. Продолжение следует...